Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Plane и сервер GTA V, все как всегда. И сегодня, 31 числа, последний день лета, вышло обновление на сервере. К сожалению, в последний день лета обновление не особо такое уж большое, поэтому ролик будет не особо длинный. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. По классике сейчас посмотрим ченчлок, что изменилось, изменилось не особо много. А дальше посмотрим все в реальности. Список изменений, к сожалению, очень маленький, очень мало функций, которые хотели игроки. Добавили они, не добавили реферальную систему, не добавили пункты обмена номеров, не добавили казино, хотя в этом просто все нуждались. Чего же они добавили? Первое, добавили возможность восстановления пароля. Потом добавили персонализацию, теперь имеется возможность изменить пол и внешность. Переработана физика автомобилей, также добавлен ограничитель скорости. Обновлен дрифт мод, скупщики ресурсов теперь находятся внутри интерьеров, отдельных для каждого игрока. Добавлена тюрьма, добавлена станция ТО в Полито Бэй. Доход на работах фермера, газонокосильщика, эвакуаторщика и курьера был значительно увеличен. Поэтому, кстати, можно записать отдельную серию, где мы посмотрим, насколько ее увеличили и где все-таки выгоднее работать, на бирже или на работах. Добавлены новые радиостанции. Опускать и поднимать якорь теперь может только владелец судна. Машины в автосалонах теперь всегда чистые. Применяемые винилы и другие детали больше не остаются после выхода из тюнинга. И там еще куча незначительных исправлений. Теперь самое главное это статчик. Че же добавили? Добавили новый мерседес. Короче, очень дефяно мерседес добавили. S6C3C217 кабриолет. Дальше добавили мерседес-бендс SL65AMG, WBC Black Series, BMW M2 Competition, Ford Mustang. Мерседес-бендс S6C3AMG, W222, Porsche Cayenne Turbo 2018 года. Также добавлены винилы на 350Z, BRZ и на Audi S8 Plus добавили тюнинг. Также добавили очень-очень-очень много дисков. Сейчас вы видите название в принципе их на экране. В принципе по чечному все. Теперь давайте зайдем в дру и посмотрим на эти автомобили. Так, пацаны, мы заходим в автосалон дорогих автомобилей и сразу нас встречает BMW M2 Competition, который стоит 5 миллионов 500 тысяч. Вот так она выглядит. Это уже выходит рестайлинг. В принципе такая, как у его вылочи. Вот, листаем дальше, 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 дальше. Вот. Нет, дальше. Вот, мустанг есть 8600, матч 1 2021 года, такой в обвесах. Почему они не добавили обычный такой мустанг в обвесе из-за бабки? Непонятно. Непонятно. Ну такой толхозненький, если честно, немного. Ну да ладно. И все, кстати, блин, хотелось бы, чтобы админы писали максималки, там, баки. Вот это было бы очень удобно. Вот S63, кабриолет, который говорил. Если у него еще слаживается крыша, то это будет прям топчик. А так там Мерс красивая, очень красивая. Но стоит 13700 тоже немало, как бы. Дальше, что у нас? Дальше, 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 дальше. Porsche Cayenne Turbo. 2018 год, белый цвет, красивенький. Жалко, что нету темно-синего, как у в реальности. S63 AMG, 222, короче, 15200 стоит. Такой беленький. Ну, не знаю, мне кажется, это для него что-то слишком дорого. Не знаю. Но вот следующая тачка, это точно переоцененная. Почему в МТ она стоит 2, 3, 500, да? Или сколько она там стоит в черном цвете? Вот вообще офигенная. Но в GTA V они решили ее запыльнуть за 17 миллионов 250 тысяч. Сколько? Да ты что, охуел, блядь? Это капец, переоцененная тачка, как я считаю. Прям очень. Конечно, Black Series, это вес, там, 3-ю пыры, но можно было его добавить за бабки, как бы. Просто столько бабок отдавать за Мерсед, это я в шоке был, когда узнал. Мне кажется, очень много Мерседесов. Нужно больше BMW. Японских, обязательно японских. Они обещали, кстати, сделать ГТР, но так и не сделали. В принципе, пацаны, на этом все. Вот такое видео слышала. Я надеюсь, тебе было он информативный. Если это да, тогда поставь лайк, подпишись на канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Если на этом ролике давайте соберем, ну, 120 лайков, то я солью нового АХК бота, который просто запускаешь, и все клавиши сразу работают. У всех запишу вторую версию АХК бота. А если на том ролике соберется 150 лайков, тогда я солью бота на рыбалку. А такое есть не у многих. Вот, также напиши в комментарии, как тебе новые обновления, чтобы ты хотел увидеть именно на сервере. Возможно, админы посмотрят мой видеоролик, почитают комментарии, возьмут что-то до внимания. Также нажимай колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Ну, с тобой была я вам. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok